Это как раз ваша история? Да. То есть вот вы молодой, пудрявый. Нынешний директор кузнечного завода Александр Чех лично провел экскурсию по музею истории завода для бывшего руководителя предприятия и именинника Владимира Семенди. После на правах бывшего рулевого кузницы Владимир Иванович дал несколько производственных советов действующему руководству. Кузницу надо обновлять, хотя бы образцы создавать. Заниматься автоматизацией невозможно без модернизации пресса. Да, но надо же, конечно, первый образец сделать. Сложно будет. Я понимаю, что сложно будет. Но потом это пойдет. Свою трудовую деятельность Владимир Семенди начал в 1960 году на Мелитопольском моторном заводе. Спустя 10 лет был приглашен на работу в генеральную дирекцию КАМАЗа в Москву на должность главного инженера кузнечного производства. Время было непростое, признается Владимир Иванович. Даже деловые переговоры приходилось вести в непривычной обстановке. Мы же вначале сидели в церкви, в парке. Если кто-то приезжал и с кем-то поговорить, то мы уходили в парк, садились на скамеечку и там вели разговоры. Путь до должности директора завода Владимир Семенди прошел за 14 лет. В апреле 1984 года он был назначен вторым в истории предприятия руководителем кузницы. Под его непосредственным началом проводились проектные работы, монтаж и освоение технологического оборудования, подготовка к сдаче, в эксплуатацию первой и второй очереди кузницы. В этой должности он проработал до лета 1987 года. За это время было смонтировано и запущено в эксплуатацию более 4000 единиц технологического и инженерного оборудования, в том числе такие уникальные автоматические линии, как линия штамповки балки и коленвала. Для того, чтобы купить этой линии, надо было порядка 70 миллионов долларов. В то время, представляете, что такое доллар был. Или золотых рублей. Золотой рубль стоил тогда 47 центов. Впоследствии Владимир Иванович работал по разным направлениям производства кузнечного завода. Металлургического, новой техники. Также был директором целевой программы автомобиля КАМАЗ повышенной грузоподъемности. Будучи на пенсии, он не перестает следить за судьбой своего родного предприятия. Люди должны стремиться вперед. Вот найти одного энтузиаста на заводе, который занялся механизацией. Вот это я пожелал бы сейчас кузнецам. И создать лабораторию. И первые образцы оборудования механизированы, где один оператор обслуживает одну линию. Где полностью все идет в автоматическом режиме. На КАМАЗе Владимир Семенди проработал до 2003 года. За заслуги в производстве награжден множеством государственных наград. Его труд ценили не только в набережных Челнах, но и во всей стране. За что присвоены звания заслуженный КАМАЗовец и заслуженный машиностроитель России. Константин Величко, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа.